В ветеринарной аптеке, работающей без лицензии, только с начала года Россельхознадзор в ходе регулярных проверок выявил 18 таких аптек. Это несмотря на то, что по закону у них должны быть лицензии на деятельность и сертификаты на товар. Но тут не все так просто. Некоторые предприниматели просто игнорируют это правило. И тут на помощь приходят обычные люди. Они и сообщают о продаже контрафактной продукции. В рейд с сотрудниками Россельхознадзора отправилась наш корреспондент Сакинат Малаева. Магомед в этом деле не новичок. Он регулярно приобретает препараты в аптеках. Дома есть теплица, птичник, было время разводил и кроликов. А домашняя живность, как известно, постоянно требует ухода, а иногда и лечения. За много лет при покупке лекарств научился придавать значение любимым мелочам. Сабир работает спасателем-кинологом в дагестанском поисковом отряде МЧС России. Его собака – трехлетний лабрадор и друг, и коллега. Чтобы быть в форме, псу необходим строгий режим питания, ежедневные тренировки и витамины. Ну а чтобы не сбиться о многочисленных названиях препаратов, Сабир проверяет информацию в нескольких источниках. В основном просматриваем в интернете и по опыту личному. У продавца, во-первых, лицензию на продажу, его характеристики, откуда пошел завоз, чья фирма изготовила все это и легальность всего этого. Бдительность покупателей – самый первый помощник при выявлении недворосовестных продавцов, уверяет сотрудник Росельхознадзора Багадур Магомедшарипов. Поводом рейда на этот раз послужил сигнал о продаже в одном из ветеринарных аптек контрафактного препарата «Экс-5». Информация не подтвердилась. Параллельно проводились проверки и других лекарственных средств. Управление Росельхознадзора Дагестана предупреждает население ветеринарной аптеки, что применение контрафактных лекарственных препаратов приводит к угрозе здоровья животных. Это нежелательным последствиям для животных и снижает эффективность проведения профилактических мероприятий. В этом году пример продажи контрафактной продукции есть. С начала года выявлено наименование пяти лекарств. Препараты, изъятые с реализации, а хозяинам аптек даны предписания об уничтожении продукции. Ну а в дальнейшем, какой товар нам постараются продать, зависит от нас с вами. В случае нарушений сотрудники Росельхознадзора рекомендуют не умалчивать эти факты, а обращаться по телефону 67 58 20. Сократ Малаева, Эльмира Магомедова. Время новостей.